Это неделя города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главные темы дня и всей недели. Жареное солнце больших городов. Как не сгореть в знойном июне? Резонансная сессия. Уставные камни преткновения. Налег на весла, как рязанец на каноэ плывет в Токио. Аномальная жара, накрывшая всю центральную часть России, многих заставила большую часть времени проводить у водоемов, на пляже. Каждый от пекла, конечно, спасается как может, но вот Валерий Седов поговорил с врачом не от ложки и знает, как это делать по всем правилам. Михаил со своим сыном Платоном на пляже второй раз за лето. Сын плавать пока не умеет, поэтому учится на мелководье. И все под пристальным взором родителя. Пляж они посещают так часто из-за жары. Я работаю сейчас день через день. Жара 33 градуса, 34. То есть я и тот день провел на пляже целиком и полностью. И вот здесь планирую тоже. Окупнулся, позагорал немножко, в теньке повалялся. По-моему, самое то. Отдыхающих на пляже много. Оно и понятно. В жаркую погоду вода теплая и искупаться одно удовольствие. У людей отпуска, каникулы, куда еще идти в жару. Тем более, когда открываются пляжи. Желтый флаг, пляж открыт, спасательный день. Работа начинается. Черный флаг, пляж закрывается. Согласно внутреннему распоряжению. Однако, врачи вообще не рекомендуют быть на жаре с 11 утра до 4 вечера. Лучше сидеть в кондиционируемом помещении. Если такой возможности нет, то советуют контрастный душ. Но удаленки может и спасет. А вот в офисе с этим проблема. Если есть такая необходимость выйти на улицу, чтобы это была все-таки какая-то легкая, однослойная одежда. Хлопчатые бумажные, наверное, светлые ткани и наличие головного убора на голове. Пить нужно, причем много. Речь идет о воде, а не об алкоголе. От последнего врач советует в жару воздержаться. А если советами пренебречь, то можно получить и тепловой удар. Тошнота, слабость, повышение температуры – это как раз симптомы теплового удара. Врач рассказала, как помочь пострадавшему. Первое – необходимо вынести пострадавшего из очага поражения. Это первое, что мы делаем. Это либо прохладное помещение, либо, если нет такой возможности, это просто тень. Это питье. Опять-таки, прохладное питье, не ледяное, но прохладное питье. И охлаждение открытых участков поверхности тела любыми доступными методами. Это может быть холодное полотенце, это может быть обливание холодной водой. Натаня добавила, что при тепловом ударе в любом случае нужно вызвать врача. Но проблему лучше предотвратить, чем решать ее последствия. Поэтому не пренебрегайте контрастными душами и побольше пейте прохладной, но не холодной воды. Согласно приложению, которое показывает погоду, температура сейчас плюс 30 градусов днем. Она достигнет отметки в 33 градуса. А если все условия соблюдены, вода так и манит, то почему бы не податься ее зову? Только купайтесь в специально отведенных для этого местах. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Зной на июнь заставляет плавиться не только наши с вами сердца. Они выдерживают даже трубы теплосети. Об одном таком возгорании, переполошившем Рязань, расскажем далее. Кадры труб теплотрассы, охваченных огнем, мгновенно разлетелись по сети. Видео пожара появилось в интернете уже после первых обращений в экстренные службы. Звонок на поле дежурного поступил в 13.27. Произошло возгорание теплотрассы. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Ликвидация пожара 14.55. От МЧС привлекалось 12 человек и 4 единицы техники. Специалисты рассказали, что горела обшивка труб. Она подожгла траву вокруг. От пожара никто не пострадал. Ликвидировали его также без потерь. На месте возгорания работают специалисты РМПТС. Проводится служебное расследование. Все коммуникации функционируют в штатном режиме. Сейчас специалистам предстоит также выяснить ущерб и причины пожара. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Одним из самых резонансных событий недели стала обещавшая быть скандальной сессия Рязанской городской думы. Скандальной она должна была стать от реакции депутатов на отчет мэра Елены Сорокиной. В кулуарах, да и в соцсетях разгоняли слухи о том, что доклад признают неудовлетворительным и не исключено, что возникнет вопрос ее полномочий. Впрочем, оказалось, что слухи так и остались слухами. Камнем преткновения стал совсем другой вопрос. Главная интрига заседания Рязанской гурдумы – реакция депутатов на отчет мэра Елены Сорокиной. В кулуарах ходили слухи, что доклад признают неудовлетворительным и не исключено, что возникнет вопрос ее полномочий. Впрочем, единства во мнениях не было, это подтвердило и начало сессии. Очень много времени народные избранники потратили на процедурные перепалки. Камнем преткновения стал вопрос публичных слушаний, не обозначенный в повестке. Коллеги, еще раз призываю вас, это важнейший документ города Рязани. Это устав, по которому живут все жители города Рязани. Призываю вас относиться к этому очень-очень бдительно. Прежде чем вносить какие-то изменения, пожалуйста, предоставьте все это в письменном виде. Они сначала давай внесем, давай проголосуем, а потом принесем, что это будем рассматривать. Коллеги, так нельзя. Еще раз вас, пожалуйста, прошу поступить, как я вам предлагаю. Спасибо. Уважаемые депутаты, предлагаю продолжить заседание Рязанской городской думы. Владимир Владимирович, один вопросик уточняешь. Я так понимаю, даже если я подготовлю этот документ, то никто его рассматривать не будет. Правильно понял? Сергей Атеевич, как только перед глазами у меня будет документ, я как спикер готова внести в повестку заседание Рязанской городской думы, чтобы все депутаты знали, о чем идет речь и что мы будем рассматривать. А вот доклад Елены Сорокиной был более материален. В нем, правда, превалировали превосходные тона. Несмотря на расцвет ковида, Рязанская область, пусть и ненамного, но прибавила в объемах промышленного производства. В городской казне до 5 миллиардов возросла цифра собственных доходов. В целом бюджет города по доходам за 2020 год исполнен в сумме 12,9 миллиардов рублей. Или на 99,4% к утвержденному плану и на 105,5% к уровню 2019 года. Межбюджетные трансферты получены в объеме 7,8 миллиардов рублей, что составляет 96,3% к плану и 110,7% к 2019 году. Впрочем, все эти цифры и так доступны любителям статистики. Главное вопросу мэру от депутатов, начиная от работы ливневок и заканчивая тотальным контролем фунда капремонта. Понятно, что вопросы были отправлены заранее, никакой импровизации, но даже в этом формате мэр города пытался быть погруженный в тему. Протяженность городской канализации составляет около 100 километров. На регулярной основе ведутся работы по содержанию и ремонту объектов сети ливневой канализации. В отчете действительно указано, что в 2020 году на содержание ливневой канализации было направлено около 22 миллионов рублей. Из них чуть более 18 рублей на содержание и около 4 миллионов на ремонт. На данный момент у нас есть инвентаризация ливневой канализации Московского района, инвентаризационный анализ состояния сетей ливневой канализации Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов с краткой характеристикой их технического состояния и фотофиксацией проблемных участков. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на следующие участки. Улица Железнодорожная от Горбатого моста до реки Лыбедь, улица Семинарская до Врезки в существующий коллектор, Первомайский проспект, включая и участок под путепроводом. Ориентировочная стоимость работ составляет около 300 миллионов рублей. И это только три участка. Несмотря на предсессионные расклады, доклад Елены Сорокиной городской парламент принял почти единогласно. Интрига развалилась сама собой, а все негативные прогнозы оказались несостоятельны. Не в последнюю очередь, конечно, из-за твердой политической позиции по резонансным вопросам, концессии водоканала и стратегически важным муниципальным предприятиям. И эта точка зрения с мнением депутатского корпуса совпадает полностью. Но кое в чем исполнительной власти нужно срочно прибавлять. За мою бытность депутатом впервые глава администрации занимает такую однозначную позицию по таким важным вопросам. Но при этом не можем не заметить, что у нас есть очень много хозяйственных проблем и хозяйственных вопросов, которые требуют серьезного внимания и решения. Кадровая чехарда в муниципальных предприятиях городской парламент не устраивает категорически. Именно поэтому специальной поправкой депутаты утвердили свое право согласовывать все назначения. Впрочем, еще одно положительное решение на законопроект о проведении публичных слушаний для инициаторов может оказаться пирровой победой. О своем протесте на незаконность этого документа уже заявила прокуратура. Максим Васильев, телекомпания «Город». Сделайте заключение. Тем временем губернатор Рязанской области Николай Любимов всю эту неделю провел в Казахстане в День памяти и скорби. Он вместе с генконсулом России в Казахстане Татьяной Барышниковой возложил цветы к вечному огню. А затем вместе с представителями крупных компаний плотно отработал с бизнес-сообществом. Завершала визит отраслевая выставка «Экспо-Россия-Казахстан-2021». Николай Любимов назвал такие мероприятия самым эффективным путем к успеху. Рязанская делегация в Казахстане посетила специальную экономическую зону «Парк инновационных технологий» и «Технопарк Алатау», ознакомилась с возможностями индустриальной зоны города Алматы. Состоялся ряд встреч и переговоров, в том числе с руководством торгового представительства России в Казахстане, Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, а также с представителями бизнес-сообщества. У всей нашей работы на уровне региона появился в этом отношении новый и наполненный глубоким пониманием и смыслом девиз «Объединяя усилия, приближаем результат». Эти слова я также вынес фактически в заголовок своего выступления сегодняшнего перед вами, поскольку его можно экстраполировать совершенно на любую сферу и любое взаимодействие. Рязанские компании представили свою продукцию и обсудили с потенциальными партнерами из Казахстана возможности сотрудничества. В ходе круглого стола был представлен потенциал производителей строительных материалов из нашего региона. Обсуждались возможности организации поставок строительных материалов из Рязанской области на крупные инфраструктурные объекты и в торговые сети города Алматы и Казахстана. Мы привезли сюда конкретно тех, кто хотел бы сотрудничать с конкретными либо предприятиями Казахстана, либо в конкретных отраслях для сотрудничества наладить. В первую очередь, это компании рязанские, производящие строительные материалы. И генеральный консул, также торгпред подтвердили на самом деле, что это самое сейчас востребованное направление для сотрудничества. И то, что наши рязанские компании экспортируют уже свои товары, в том числе и в Европу, помогает им подтвердить качество своей продукции. Николай Любимов отметил, что успешно прошла биржа контактов с участием рязанских и алматинских предпринимателей. Проведено более 20 переговоров, достигнут целый ряд интересных взаимовыгодных договоренностей и намерений. Результатом этой бизнес-миссии должно стать подписание экспортных контрактов в различных сферах. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Наша телекомпания «Лидер доверия-2021». На итоге конкурсы под таким названием подвели в Рязани свои награды получили более 30 предприятий и организаций, которые на протяжении года завоевывали доверие клиентов. В состав конкурсной комиссии вошли представители контролирующих надзорных органов. Конкурс «Лидер доверия-2021» стал 15-м по счету в Рязани. Основной состав победителей ежегодно остается неизменным. Все они заслужили доверие у рязанских потребителей. Несмотря на то, что уже второй год является весьма непростым для бизнеса, в Рязани есть компании, которые однажды, подняв свою планку в работе, придерживаются ее годами. В этот раз вновь для выявления победителей проходило определенное тестирование, которое было отработано в течение нескольких лет. Отсматривается информация, кто попадает в черный список организаций, то есть те, кто рекламирует себя надежными, порядочными, на самом деле обманывает людей. И то, что в состав комиссии хоть не только общественные представители, но и муниципальные и государственные структуры, мы через это сито пропускаем каждого участника. Не скрою, что и другие организации хотели бы сегодня принимать участие, но по объективным причинам, то есть наличие обоснованных претензий потребителей, им не дало права это делать. Одна из организаций, в очередной раз завоевавшая награду «Лидер доверия», широко известна на рязанском рынке. Генеральный директор компании «Спаркс» Евгений Рыбаков отметил, что подобные награды воодушевляют на дальнейшую качественную работу во благо потребителей. Мы кухни делаем, и мы считаем, что кухня – это сердце дома, там самые важные встречи проходят, самые теплые, с самыми близкими людьми. И кухня должна быть идеальной. Мы там большую часть времени проводим, когда не спим дома. Поэтому кухня должна быть идеальной, идеально комфортной, идеально подходящей именно для вас. Мы такие стараемся делать. В песне известной российской рок-группы есть фраза «Я люблю кухни за то, что они хранят тайны». А вот представители СМИ их максимально часто стараются раскрыть. И за свою работу наша телекомпания «Город» также получила свою награду на этом мероприятии. Здесь более 30 организаций, хочу сказать, в том числе и представители средств массовой информации, сегодня будут получать дипломы, поскольку особую роль именно играет открытая информация, которую представляете вы, рассказывая, как поступать в различные ситуации, тематические блоки. В том числе вы делаете тестирование, какие-то критические передачи. Они помогают рязанцам выбрать те организации, которым действительно можно доверять. В ходе тестирования в первую очередь оценивалось наличие претензий к компании со стороны конкурирующих организаций, а также участие фирмы в судебных разбирательствах. Все собравшиеся на этом мероприятии продолжили делиться секретами успеха. Во многом это грамотная работа руководства, а также слаженный и крепкий коллектив. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Около 65 миллионов рублей – это стоимость всей программы капитального ремонта многоквартирных домов в Рыбновском районе. Новый руководитель фонда капремонта Дмитрий Калачев проинспектировал ход работы и скорректировал степень взаимодействия с местными властями. Никаких сбоев в программе пока нет. Рыбная, улица Большая, 49. У жителей этой двухэтажки праздник – капитальный ремонт крыши. Основные работы уже сделаны, остались детали. Прошедшие недавно ливни – это лишь подтверждают. Квартиры оставались сухими. Ребята нормально все сделали. Вот осталось вот тут коньки сделать. Все необходимые материалы. Сокровые окна, трубы обязательно фановые. Вот это асфальт доделать надо. И все. А так все хорошо. Асфальт подрядчики обещали сделать, и местные этим парням верят. Говорят, работают на совесть. Осталось ждать совсем немного. Данные вот эти дома, буквально 10 дней, мы ждем там некоторые, так сказать, детали, которые заказные позиции. На следующей неделе поставщик обещал их поставить. Это для устройства фановых труб, то есть герметичность, примыкание к кровли обеспечивает. Вот, соответственно, это последняя стадия, которая будет закончена на этих крышках. Стальная кровля поменена 100%. На Кузнецкой, 25, ремонт фасада в самом разгаре. Прежде чем красить в салатовый, здесь аккуратно запенивают все щели белым. Все по-честному. Капитальный ремонт схемы холодного водоснабжения запланирован. Да, 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 у человека надо. А вот у вас, как люди осуществляют допуск в квартиры, нужно же зайти будет в каждую квартиру? Я прям пущу, если надо. И вроде бы все хорошо, вот только неудобство и рабочим, и жителям создает вот этот колодец. Засор коллектора выплескивает все содержимое прямо к подъездам. Об этом и не только. Руководитель фонда капремонта Дмитрий Калачев говорил с главой района Андреем Гореловым. Рекомендация подрядчикам одна. Не устраивать стихийную свалку строительных отходов. От властей Рыбновского района свое пожелание. О программе капремонта рассказывать жителям чаще. Тем более, что она довольно серьезная. Около 65 миллионов рублей. Запланировано 73 конструктивных элемента. На сегодняшний день в работе 49 элементов. 27 со сроком исполнения до декабря 2022 года. То есть у нас уже заключены договора с тремя подрядными организациями. Все в работе. Дмитрий Калачев в новой должности руководителя фонда капремонта совсем недавно. К каждому обращению от жителей относится щепетильно. И, кстати, обещание помочь в нашей долгоиграющей истории с протекающей крышей в квартире пенсионерки Валентины Трифоновой он тоже сдержал. Крышу на Первомайском проспекте 9 починили. И теперь эту коммунальную эпопею он может смело называть своим личным закрытым гештальтом. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На июньском ночном небе сразу после великолепных летних закатов можно наблюдать особое атмосферное явление, которое ученые называют очень поэтично – серебристые облака. Наблюдать застывшие всполохи причудливых форм в ночном небе можно не всегда. Они появляются только в начале лета. Когда солнце уже ушло за горизонт и наступила ночь, в небе отчетливо видны тонкие паутинки светлых облаков. Ученые называют их серебристыми за красивый светящийся на фоне темного неба оттенок. Это пыль космическая, земная, вулканическая пыль. Малючники частичные, там где-то полмикрона, треть микрона. На них осоздаются пары воды. Получаются такие кристаллики водяные. Солнце во время навигационных сумерек, когда солнце от 6 до 12 градусов под горизонт. Уже здесь ничего не освещено. Облака, которые на высоте в тропосфере до 12 километров, уже не освещаются. А вот эти льдинки на пылинках, которые находятся в мезопаузе, на высотах, ну средняя высота мезопаузы 85 километров. Самая низкая температура там. Поэтому конденсация происходит. Эти места солнце еще освещает. Удивительно, но до конца 1885 года астрономы, а их тогда было немало, ни разу не описали ничего похожего на серебристые облака. Возможно, что ранее это явление не существовало вовсе, а появилось впервые в связи с извержением вулкана Крокотау на территории современной Индонезии. Огромное количество пыли было в стратосферу выброшено. И вот через пару лет вдруг все начали наблюдать. В том числе наш крупнейший астроном русский, Белопольский такой был, в Питере, в Пулковской обсерватории, в Москве, Цирасский был крупнейший русский астроном. Вот они составили первые атласы серебристых облаков и наблюдала вся Европа. До этого почему-то слишком яркие были. Облака эти ярко блистали на ночном небе чистыми белыми серебристыми лучами с легким голубоватым отливом, принимая в непосредственной близости от горизонта желтый золотистый оттенок. Так описывает ночные светящиеся облака Витольд Карлович Цирасский, впервые наблюдавший их 12 июня 1885 года в Москве. Настолько же ярко светились облака после еще одного нетривиального события. Затем были очень яркие серебристые облака в 2008 году после падения Тунгусского метеорита. Хочу напомнить, 30 июня, очередная годовщина падения Тунгусского метеорита. Тоже было огромное количество пыли в тартосферу выброшено. И мощнейшие серебристые облака в Питере, кстати, наблюдали. Спустя 125 лет после того, как приват-доцент Витольд Карлович Цирасский под утро увидел в небе необычные облака, ученые все еще не могут сказать с уверенностью, что понимают, откуда и как они берутся. Еще одна приятная новость. Рязанец Евгений Луканцов выиграл чемпионат России по гребле на Байдарках и Каное, который проходил с 16 по 22 июня в Москве. На этих соревнованиях за награды и путевки на 32-е летние Олимпийские игры в Токио сражались более 300 спортсменов из 30 российских регионов. На этих кадрах видно, как финиширует рязанский спортсмен Евгений Луканцов во второй день финалов чемпионата 20 июня. Он уверенно преодолевает дистанцию 200 метров на Байдарке-одиночке с результатом 35,705 секунды и завоевывает золото и путевку на Олимпиаду в Токио. Я был достаточно уверен в своих силах. У нас был очень большой объем работы. Привели хорошую подготовку непосредственно к этому отбору олимпийскому. Были в оптимальной форме, без травм, без каких-то недоразумений. Вышел, сделал свою работу. Все получилось хорошо. Надо сказать, что еще до участия в чемпионате России по огребленам Байдарка Хаконоя, спортсмен Евгений Луканцов уверенно выиграл дистанцию 200 метров на Байдарке-одиночке в венгерском городе Сегет и завоевал место на Олимпиаде 2021 года для России. А уже на чемпионате в Москве он подтвердил свое право представлять страну в июле в Токио. 16-22 числа прошел чемпионат России, где прошли отборы на Олимпийские игры. У наших спортсменов оказалось трое рязанских. То есть двое чисто рязанские, одна у нас параллельный зачет Долгом Анастасии. Двое чисто рязанских, Долганцов Евгений и Кусев Олег. Все спортсмены Олимпийских, главы Додзешор Олимпийцев и ЦСП Рязанской области. После чемпионата России у спортсменов неделя отдыха дома в Рязани. И легкие тренировки. А уже с 30 июня они отправятся на подготовку в столицу. 7 дней до 7-го числа будем в Москве и потом 7-го улетаем в Владивосток поближе к Токио, чтобы адаптироваться, привыкнуть к самым поясам, к климату. И уже там будем до Олимпиады непосредственно готовиться. Для Евгения Луканцова Олимпиада в Токио будет уже второй в карьере. Он уже участвовал в таких соревнованиях в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда Евгений финишировал за пределами первой десятки. Сейчас у спортсмена все шансы на победу. Он будет бороться за медали. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова